Далекие миры 2. Это новая космическая игра 4Х, которая стартует в марте от Slytherin Games. И в сегодняшнем видео я собираюсь поделиться с тобой своими мыслями и впечатлениями об игре после нескольких часов предварительного бета-тестирования. И я должен подчеркнуть, что это было основано на предварительной бета-версии, которую Slytherin был достаточно любезен, чтобы прислать мне. Это видео не спонсируется, и мое мнение не зависит от того факта, что я смог получить код раннего доступа к предварительной сборке. И что я сделаю, так это расскажу тебе о функциях, которые мне действительно нравятся, и расскажу о некоторых вещах, над которыми, надеюсь, они будут работать в будущем. Итак, Далекие миры 2. Это продолжение игры 2010 года Далекие миры, стратегической космической игры 4Х, у которой действительно были очень хорошие последователи. Конечно, сейчас многим людям тоже нравится мобильность. С тех пор у нас на сцене появились столары, которые полностью доминируют в пространстве для сцены стратегии X. Я фанат Столареса, но я действительно хотел выделить и Далекие миры, потому что мне всегда кажется, что возможно там есть что-то еще. В Далеких мирах тоже есть что-то замечательное. У тебя есть масса вариантов того, как ты строишь, какой тип игры выбрать, и сколько видов ты можешь играть. Как ты можешь видеть здесь, есть несколько видов, которые будут запущены, и еще больше планируется в ближайшее время, как только игра будет полностью воспроизведена и доступна в марте. У тебя есть очень глубокий тип механики, связанный с вашим правительством и политикой, а также с тем, как вы строите свои корабли и вооруженные силы, наряду с довольно автономной экономической системой, которая действительно, действительно интересна, но в которую у вас есть прямой вклад. Теперь есть еще несколько заметок из Далеких миров, которые мне дали, когда я получил предварительный бета-ключ, и некоторые из основных областей, над которыми разработчики все еще работают. Они работают над дальнейшим улучшением ИИ, хотя и в целом уже был довольно хорош. Завершаю и тестирую все истории фракций, которых будет много и очень подробно, что мне нравится. Заканчиваю рассказы и события для темы игры Hive Mind и угрозы поздней игры Planet Destroyer. Так что да, это часть дела. Некоторые улучшения в обмене сообщениями, некоторая оптимизация, ограничение спама в сообщениях и редкие случаи, когда два всплывающих сообщения могут появляться одновременно, чтобы вы не были завалены кучей сообщений и всплывающих окон. Тогда более улучшенный баланс для условий победы фракций и событий фракций белых. Документация по моддингу, так что это будет сильно модифицируемая игра, которая просто расширит эти игры еще больше. Я знаю, что это одна вещь, которую люди любят в Стелос, и я слышал, что оригинальная игра Distant Worlds, в которую я никогда не играл, была очень модной, и цель здесь — сделать это очень модным. Так что я с нетерпением жду, знаете ли, Звездных Войн, Простора, Звездного Пути и многих других модов, которые появятся в этой игре. Тогда, конечно, они собираются поработать над исправлением некоторых ошибок, оптимизацией производительности, и у них будет полное руководство по игре и расширение Галактопедии, которая и так довольно обширна. А теперь давай войдем в игру, в которую я играл здесь, на канале, просто чтобы немного рассказать тебе о вещах, которые мне действительно нравятся, и о некоторых вещах, которые ты знаешь. Может быть, мы увидим, как они улучшатся в будущем. Это очень маленькая команда разработчиков, которая делает это. Изданные с Литерин Геймс, и тот факт, что это очень маленькая команда разработчиков, чрезвычайно впечатляет. Итак, первое дело первое. Мы, конечно, поговорим о нашей графике, пользовательском интерфейсе и так далее. Так что графика в целом, я думаю, очень-очень приятная. От деталей до космических кораблей, будь то космические корабли или космические порты, я думаю, что это выглядит просто фантастически. А также просто общий внешний вид игры. Планеты выглядят хорошо, астероиды выглядят хорошо, если мы посмотрим на Луны и так далее. Текстуры. Все это выглядит очень-очень хорошо. С графической точки зрения. Мы смотрим на то, как должны выглядеть персонажи. Это работает фантастически. Я имею в виду, что это дает тебе все, что тебе нужно. Это действительно очень похоже на некоторые другие игры на рынке Форекс, но на самом деле ты можешь сделать не так уж много. Но это не сокращается для более крупных игр с более крупными командами разработчиков. Так что в целом пользовательский интерфейс прост для понимания и логичен. У тебя есть все, что тебе нужно, с хорошими всплывающими окнами и информационными панелями. У меня действительно нет серьезных жалоб. Я бы хотел, чтобы такие вещи, возможно, работали немного быстрее, но я знаю, что это то, что они собираются улучшить, и у них уже было обновление во время предварительного просмотра, которое у меня есть, и я заметил, что некоторые вещи уже изменились. Ты также можешь поработать над дизайном своего корабля, принести вещи и поработать над своим собственным кораблем. Все логично, даже здесь. На эти значки ты смотришь, где у тебя есть дипломатия твоего основного царства, твои персонажи, твои колонии, исследования, ресурсы, строительство, исследования, военные, а также гражданские. Так что гражданское лицо действительно важно. Хотя я думаю, что над этой иконой можно было бы поработать, это не так. Как ты знаешь, для меня это не кричит о гражданском, но гражданские корабли и экономика работают относительно автономно. Кроме того, в зависимости от того, как правительство будет использовать меня, это станет более автоматизированным. И автоматизация — это одна из вещей, о которых я тоже хочу поговорить. Автоматизация — большая часть этой игры. Ты можешь так много автоматизировать только в своей политике и своих советниках. И автоматизация, чтобы ты действительно мог просто контролировать то, что ты действительно хочешь. Или, если ты очень практичен, ты можешь просто пойти хорошо, полностью вручную, и у них даже есть определенные конфигурации. Так что, если ты больше любишь боевые действия или дипломатию, мастер-шпионажа или эксперт по работе, просто будь ручным и все такое, ты уже можешь установить это раньше. И потом, конечно, у тебя есть свой обычай, что ты можешь просто изменить себя. Итак, автоматизация — это большая часть этого. Но у вас есть полноценная экономика, над которой вы можете работать до такой степени, что вы не можете управлять экономикой на микроуровне. Некоторым людям это может не понравиться. Я действительно так думаю, потому что подумай об этом так. Если ты управляешь империей и любой другой игрой с четырьмя иксами или большой стратегической игрой, мелкие экономические манипуляции на самом деле не являются чем-то. Цитируем им без кавычек, реалистичным. Я знаю, что разговоры о реализме в этих играх всегда немного абстрактны, но заходить на каждый шахтерский корабль и говорить, что вы добываете здесь, и вы добываете там, и вы перевозите грузы и туристов туда и сюда. Просто нереально в этом смысле вы определяете курс для своей империи в своем царстве, но вы не диктуете каждый маленький аспект, даже если вы можете попасть в сорняки здесь. Довольно подробно. Говоря о деталях, это дерево исследований, и это то, что мне действительно нравится. Я люблю. Мне тоже нравится, как они относятся к исследованиям в далеких мирах. По-моему, сейчас это мой любимый способ сделать это. То, как устроено это дерево, ты знаешь, может быть, ты сможешь немного поработать над ним, но это действительно имеет смысл. Графически это выглядит совершенно нормально. Это дает тебе всю информацию, которую ты мог бы хотеть или нуждаться в чем-то. И это просто, знаете ли, много складок в этом направлении по сравнению с верхом вниз. Это идет слева направо. Работает отлично. Это очень глубоко. Я еще даже не поцарапал поверхность этого. И что мне в этом нравится, как человеку, который в большей степени является неоптимизированным игроком с минимальной максимальной мощностью, я, конечно, могу настроить его так, чтобы он был случайным в определенной степени. Я имею в виду, что исследования в области хранения и транспортировки всегда будут здесь. Но то, что будет дальше, диктуется видом, который вы выбираете, формой правления, которую вы выбираете, другими исследованиями, которые вы проводите в политике, и деньгами, которые вы вкладываете. Значит, то, что будет дальше, не всегда будет одинаковым после каждого прохождения. И ты можешь скрыть уровень, чтобы видеть только следующий, чтобы ты не мог планировать исследования, ты еще больше удивлен. О, хорошо, что будет дальше. И давай отреагируем на это. Некоторым людям это не нравится. Они хотят полный план. Мы будем каждый раз идти по этому точному пути исследований, и ты можешь изменить это в настройках. Ты можешь сказать нет. Случайный и полностью видимый, чтобы ты точно знал технологическое дерево, дерево исследований, которое нужно использовать каждый раз. Лично я нахожу это скучным. Мне нравится немного случайный аспект и тот факт, что я не вижу следующего. И, честно говоря, я все равно не могу вспомнить, что будет дальше. Так что все так, даже если это не было случайным, идеально подходит для меня. Я знаю, что как только ты отработаешь тысячу часов, ты почти все узнаешь, но эта небольшая настройка для рандомизации, я думаю, является огромным бонусом. Мне нравится, что это одна из моих любимых вещей, и я должен сказать, что глубина исследований в далеких мирах тоже является одной из моих самых любимых вещей. Ты можешь видеть, насколько подробно ты можешь ознакомиться с каждым оружием, кораблем и так далее здесь, и со всеми различными характеристиками, которые это дает. Тебе это просто нравится. Это дает что-то каждому, независимо от того, насколько глубоко ты хочешь взглянуть на вещи сейчас. То, как они работают в армии, это еще одна вещь, которая мне действительно нравится. Ты можешь полностью автоматизироваться, и ты можешь настроить свою небольшую автоматизацию, а также очень-очень ручную. Ты можешь создавать флоты. Ты можешь микроуправлять своими флотами, своими наземными войсками, которые очень важны в этой игре. И мне действительно нравятся счетчики НАТО за это, а также ваши адмиралы в генералах, ваши базы и так далее. Так что это может быть очень-очень глубоко. И один из примеров был бы прямо здесь, на этом военном корабле. Ты можешь прикрепить его к разным флотам. Ты можешь устанавливать свои уровни автоматизации, ты можешь управлять своими истребителями. И ты даже можешь устанавливать тактику для каждого отдельного корабля. Не только боевые корабли, но и каждый отдельный корабль в игре. Ты можешь установить тактические настройки для каждого отдельного корабля и то, как ты хочешь с ним работать. То же самое относится и к разведке. Еще одна вещь, которую я люблю. Ты можешь автоматически или вручную выбирать места, куда ты хочешь отправить свои исследовательские корабли, так что это действительно веселая и хорошая система. Теперь и просторы далеких миров тоже, и это только на стандартных настройках. Ты можешь сделать это еще более впечатляющим, это то, что мне очень-очень нравится. Уже куча часов в игре. Что касается часов предварительной сборки с ограниченным контентом, и мы едва коснулись поверхности окружающих систем в нашей галактике. И тогда это просто галактика стандартного размера. А теперь представь, что ты отправишься в гораздо большую галактику, и узнаешь, сколько игрового контента ты сможешь увидеть со временем. Это выглядит великолепно, это здорово, это интуитивно понятно, и вы можете создать настоящий, захватывающий мир в рамках космической стратегической игры 4X. Это не кажется таким абстрактным, как некоторые игры 4X. Такое чувство, что ты находишься прямо в своем царстве, и это то, что мне действительно очень нравится. У тебя нет линейного космического путешествия, как в некоторых играх, где у тебя был бы линейный путь между разными планетами и между разными системами. У тебя тоже нет этого в далеких мирах. Они могут летать куда угодно. Теперь здесь есть линейные пути, но ты их не видишь. Это не то, куда ты идешь. Хорошо, мы собираемся добраться до этой конкретной точки в нашей системе, где внутри галактики все кажется более органичным, естественным и реальным. И это то, что мне нравится в этой игре, это просто ее захватывающий аспект. Сейчас, конечно, не все идеально в игре. Это предварительная бета-сборка. Я знаю, что говорил это уже несколько раз, но каковы некоторые вещи, которые я хотел бы сделать лучше? Один пиратский спам в начале игры, пираты появляются постоянно, и это может полностью разрушить вашу экономику и ваши перспективы роста, так что это необходимо исправить. Но ты также мог бы настроить частоту пиратов и их агрессию в настройках. Так, может быть, подправишь это видишь. Или оставь это как стандарт и посмотри, как игра реагирует на пиратство. Если это массовое появление, и вы имеете дело с пятью-шестью фракциями, в то время как вы даже не достигли следующего уровня скорости деформации гипердвигателя, тогда вам нужно будет снизить его. Но мы посмотрим, что произойдет после выпуска. Другое дело, что некоторые из этих всплывающих окон немного быстрые, а некоторые сообщения появляются здесь, сбоку. МММ, это, так сказать, слишком плавно. Ты просто слишком быстро просматриваешь разные сообщения, так что, я думаю, немного помедленнее там помогло бы. Другая часть, которую я просто не понял, это, честно говоря, колонизация. Мы смотрим здесь на колонии. Мы нашли то, что находится за пределами нашей системы. Теперь у нас есть 43 человека на нашей родной планете. Теперь в нашей системе мы действительно нашли другие планеты, которые более подходят, как это, на 45%. Но мы не можем отправить сюда колониальный корабль вручную, чтобы сказать, что мы хотим колонизировать эту планету. Вместо этого мы получаем фильтр всего, что мы можем услышать, и это. Это очень маленький шанс получить это. На самом деле, вероятность этого равна нулю, потому что она уже заселена, и поэтому мы ограничены в том, что мы можем сделать с точки зрения колонизации. Мы должны уехать слишком далеко. Эта планета находится совсем рядом, но мы хотели бы иметь ее в пределах нашей системы. На самом деле, я думаю, что здесь была другая планета, с такой же пригодностью, как и наша родная планета. Так что для меня было просто нелогично не иметь возможности вручную выбирать планеты для колонизации. Я думаю, что это то, что нужно изменить в игре. Если они это изменят, это может стать идеальной и лучшей стратегической игрой для Икс. Это одна из самых серьезных проблем. Пират рассылает спам. Как я уже сказал, ты мог бы настроить это в своих настройках. Я не беспокоюсь об этом. Колонизация. Это то, над чем, на мой взгляд, нужно поработать и решить. С таким большим количеством настроек в том, что касается того, что вы можете автоматизировать или контролировать вручную, я думаю, что это аспект, который определенно необходимо решить. Даже если это не очень подходящая планета, если я хочу тратить свое время на ресурсы и пытаться колонизировать ее, у меня должна быть такая возможность. А вот и мой общий обзор далеких миров, опять же, основанный на предварительной бета-версии. Так, каково же мое мнение об этой игре? Я думаю, что это абсолютно фантастично. Естественно, люди будут сравнивать его с Distant Worlds 1, оригинальным, и это из того, что я видел, не играя в него. Это выглядит лучше, это чувствует себя лучше. Ты знаешь, мне трудно судить об этом по сравнению с игрой, которой 12 лет. Скорее всего, сейчас просто лучше. Это, очевидно, получит много сравнений со Столаресом. На мой взгляд, на данный момент это несправедливо. Это новая игра, в то время как Столас, чрезвычайно зрелая игра с тонной контента. У Столарса вначале были некоторые проблемы в середине и конце игры. Нам придется подождать и посмотреть, насколько далек второй мир в середине и конце игры. Еще слишком рано говорить. Там недостаточно контента, который я смог просмотреть. На мой взгляд, игра того стоит. Я продолжал возвращаться к нему, несмотря на то, что знал, что у меня ограниченный бета-контент для использования игры. Это весело. Я не могу дождаться полного запуска игры. Если они займутся некоторыми из этих мелочей, в частности колонизацией, то я думаю, что у нас получится совершенно потрясающая космическая стратегическая игра с четырьмя иксами. Если ты хочешь сделать предварительный заказ на игру или купить ее после ее выпуска, в комментариях есть ссылка на мой магазин Nexus GG, где ты можешь купить ее, а затем получить средства или процент от продажи. Иди ко мне на канал и помогай контенту и росту канала. Если тебе это понравилось, пожалуйста, нажми на кнопку «Нравится» и подумай о подписке, если ты новичок, потому что я буду показывать далекие миры, чтобы сыграть по крайней мере в одном из них в будущем. Возможно, больше. Поскольку я все глубже погружаюсь в эту игру, как только она выйдет в марте. Так что до следующего раза. Я парень-строитель царства. И я скоро поговорю с тобой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok